Во имя Отца и Сына, и Святого Духа. Аминь. Из беседы 7 на Евангелие святого апостола Иоанна Богослова. Святой Иоанн Златовуш. Будем с трепетом внимать слова. Исайя 66, 2. А вот на кого я призрю? На смиренного и сокрушенного Духом и на трепещущего предсловом Моим. Станем сокрушаться сердцем. Будем оплакивать грехи свои, как заповедовал нам Христос. Станем скорбеть о своих преступлениях. Возобновим тщательно в памяти все, на что мы отваживались в прошедшее время. И все то постараемся совершенно загладить. К этому Бог открыл нам много путей. Исайя 43, 26. Говори ты, чтобы оправдаться. И в другом месте. Я сказал, исповедую Господу преступления мои, и ты снял с меня вину греха моего. Так частое воспоминание грехов и обвинение себя в них немало способствует к уменьшению великости их. Есть и другой путь, еще более верный. Когда мы не помним зла ни на ком, кто согрешил против нас. Когда прощаем всякому сделанные против нас проступки. Хочешь ли знать еще и третий путь? Послушай, что говорит Даниил. Даниила 4, 24. Искупи грехи твои правдою и беззаконие твои милосердием к бедным. Есть и еще, кроме сего, путь, частое упражнение в молитвах, постоянное прилежание в молениях к Богу. Приносит нам немало утешения и оставления грехов. Также и пост, когда соединяется с любовью к ближним, он угошает и силу гнева Божия. Вода угасит пламень огня и милостыни очистит грехи. Сирахов 3, 30. Итак, будем ходить по всем этим путям. Если будем всегда держаться их и на них обращать свое внимание, то не только очистим прошедшие преступления, но и на будущее время много приобретем для себя пользы. Не дадим дьяволу возможности нападать на нас. Да и сами не впадем в беспечность житейскую. Но мы заградим ему он и проход. Будем трезвиться, бодрствовать, чтобы после краткого времени, небольших трудов, достигнуть в бесконечные веки бессмертных благ. Благодатью человеколюбим Господа нашего и Иисуса Христа, через Которого и с Которым Отцу вместе со Святым Духом. Слава во веки веков. Аминь.